Всем привет! С вами Брэдлов из сообщества кланов Рагу. И перед нами бой на карте Энск между кланами Ежи и кланом Чес. Итак, статап Ежи это 4.50-100, 5.90 и, соответственно, 6.50-3. По тому, как идет протыкивание квадратов, сразу очевидно, что эта игра будет через 8-9 вертикаль при контроле центра. Примерно это мы и видим по разъезду. В город пока что не идет никто. Вот остается Олег на 4-5 вертикали. Еще один из третий, но на этом все, даже нет просвета города. Основная группа барабанщиков уходит на 8-й вертикаль. Тяжики остаются на 5-й и 6-й. И один девяностик просвечивает вражеского девяностика. Тактика более-менее стандартная. Если будет раш по городу, возвращаются барабанщики. Если будет раш по зелени, подтягиваются ИС-3. И мы видим практически все машины Чесов. Примерно половину, но все равно это понятно, что это контроль как города, так и зелени. Они расположены примерно вот так вот. Счет 1-0, умирает девяностик. Ну, ежей 2 девяностика, 3 девяностика получили дамаг. По хп примерное равенство. И нужно что-то делать. Но тем не менее, все-таки девяностики ежей все остались живы. А один из девяностиков Чесов уже в ангаре. 3-50-100 стоят на приеме. Если сейчас Чесы пойдут вперед, то они могут достаточно быстро и безболезненно сделать минус 3. Как безболезненно. Разумеется, пару машин, скорее всего, они потеряют. Но тем не менее. И действительно, Чесы начинают поддавливать. Они уже на квадрате 8. А ежам из города будет весьма и весьма непросто идти на помощь на зелень, потому что с центра их будут простреливать. Чесы начинают выходить. Идет эта непонятная игра у Чесов. Они получают дамаг, но я не вижу отстрел. Идет отстрел вот в этом 50-100. Тем временем счет уже 2-0. Шотный Чес. И все ИС-3 ежей уже на зелени. И только теперь тяжики Чесов проходят вперед и забирают девяностика. Что у нас получается? Чесы в количестве 3-4 танков остаются на зелени. Полностью контролируют центр. Но на этом, собственно, и все. Но захват они встать не могут. Потому что девяностики ежей в городе будут сбивать. Тяжики быстренько заберут восьмую вертикаль и так же вернутся. Счет 2-1. 3-1. И оставшиеся 3 машин Чесов они заберут очень и очень быстро. Тем временем тяжики Чесов находятся в определенных клещах. Если вернутся те же ежей, они будут получать в корму. Пойдут назад помогать своим тяжам. Будут получать от девяностиков. Поэтому они принимают правильные решения. В то время, пока их товарищи на восьмой вертикали хоть как-то держатся, быстро минуснуть девяностиков и разорвать импровизированные клещи. 5-4. Пока еще ничего не ясно. Достаточно большое количество шотных танков есть и у одной, и у другой команды. Счет 5-5. 6-5. Сейчас умрет еще один Чес. Но скорее всего умрет и девяностик ежей. И опять же будет примерное равенство. Так и происходит. За девяностиком отправляется 50 стоит 13-90. И все. Счет 8-6. У ежей достаточно большое количество шотных танков. Один из них умирает. Счет 8-7. Примерное равенство. Ежи полностью находятся буквально в 10 квадратах. Все на зелени и на своей половине. Чесы же находятся частично на базе, частично здесь, частично здесь. То есть разбросаны по всей карте и могут пытаться как-то из разных мест отстреливать ежей. Сейчас ежи попытаются как-то минуснуть ПТшку. Она одна. Достаточно нагло вылезла. И в 2 из А3 сейчас будет минус. Еще 9-7. По количеству ХП у ежей неоспоримое преимущество. У Чеса все-таки остается 3 барабанщика и 13-90. И ЛТшка. А у ежей это исключительно тяжики. Командир ежей решает отправить 3 машины в сторону захвата. 6 машин оставить на прикрытие своей базы. И в случае чего в принципе с центра они могут немного прикрывать захват. На базе получается оставшиеся 2 Чеса. Это 2.50-100. Возможно где-то есть 3. Но в любом случае они по фокусу только что отстреляли одного из ежей и выходят вперед. Они понимают, что из оставшихся патронов они в принципе если будут пробивать сделают еще минус 2. И готовы рискнуть. Ну своевременный отход еще 2 ИСО в третьих им на помощь делает весьма и весьма неприятную вещь для Чесов. Счет 10-10. Понимая, что теряют машину на своей базе они решают пройти на вражескую. Но сейчас уже нужно ежам реагировать. Встать втроем на захват и в 2 оставшиеся машины попытаться сбить захват. Опять же немного непонятно где находится сейчас девяносчик Чесов. Если он грамотно ворвется и собьет захват со всех. Это будет очень неприятно для ежей. Захват примерно равный. У ежей шотная машина и на него выходит фуловый ИС-3. Тем временем захват все-таки у ежей идет чуть больше. Все, светится девяностик Чесов. И ежи понимают, что все что им сейчас нужно это разок сбить. Они сбивают или не дают сбить и это победа. 12-10 и сбитие захвата. Все, это победа ежей по захвату. 12-11, но тем не менее, победа ежей. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok